Юнармия, Российский союз молодежи, Калята и РДШ, Российское движение школьников. Сегодня в регионе работают различные детские и молодежные объединения. В последнем из перечисленных состоит более двух миллионов детей. В Леновской области от объединения хватило 327 школ и 9 учреждений дополнительного образования. Вместе со всей страной ребята участвуют в акциях, конкурсах, проектах, слетах по четырем основным направлениям деятельности – личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное направление. Показательным примером работы движения стала команда активистов РДШ школы номер 58 в Железнодорожном районе. Я съездил в несколько всероссийских детских центров, международные детские центры. Я съездил на Северный полюс в августе того года. Я участник, наверное, последних всех региональных мероприятий, которые у нас происходят, на всероссийских мероприятиях. Познакомился, наверное, с тысячей детьми со всей России. Мы с каждым днём самим совершенствуемся, становимся лучше, развиваемся, развиваем свои личные качества, помогаем развиваться ребятам, которые только вступают в ряды российского движения школьников. Однако дальнейшая судьба детского движения в России после появления законопроекта о создании нового движения «Большая перемена» вызывает вопросы. Законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму в преддверии празднования столетия пионерии. По словам авторов инициативы, проект вберёт в себя лучшее, что есть в уже существующих объединениях. А также учтёт опыт работы всесоюзной пионерской организации. Но тот документ, который представлен на обсуждение, он представляет собой не союз, не ассоциацию, не федерацию детских и общественных молодёжных организаций, а обособленную общественную организацию по типу, абсолютно идентичную российскому движению школьников. Основная цель «Большой перемены» — это предоставление всем российским детям и подросткам равных возможностей для развития. Также движение будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодёжи, участвовать в профориентации детей. Чтобы лучше понять, какой будет новая всероссийская детская организация, ульяновские общественники встретились на площадке общественной палаты для обсуждения предложенной инициативы. Они разобрали все плюсы и минусы проекта, оценили риски и дали справедливую оценку. Если эксперты смотрели проект документа, то видно, что к нему будет сделан ряд нормативных документов, которые, собственно, будут объяснять многие позиции. Но, понятно, на уровне законопроекта как раз и нужна вот эта вот экспертная работа юристов, общественников, которые подскажут, как лучше. Планируется, что новое российское движение детей и молодёжи будет представлено во всех школах страны. Участие будет исключительно по желанию. Вступить в большую перемену смогут дети от шести лет, учащиеся в школе или техниками. Взрослых также примут, но как наставников или вожатых среди учителей смогут быть и родители. Самое главное, чтобы вот такая программа, которая декларирует объединение интересов и детей, и взрослых, и потом молодых, которые от шести до тридцати пяти плюс, это самое главное, чтобы вся вот эта вот ситуация была спущена не сверху, а шла от людей. Пока инициатива находится в стадии обработки, её обсуждение начнётся 1 июня на фестивале «Большая перемена». Алина Тихонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.